В Ахитовский районный суд Казани поставил точку в резонансном деле о краже и распиливании ретроавтомобиля Mercedes-Benz 1937 года выпуска. По версии следствия, авторитет был похищен Игорем Кудрявцевым минувшей осенью, распилен на части его ненаемными рабочими и сдан металлолом всего за 18 тысяч рублей. Какое наказание за совершенное преступление вынес суд, узнавала Анафиса Минязова. Конфликты были по какой-то почве, думаю, надо его как-то подставить. Игорь Кудрявцев, обвиняемый в распиле и в сдаче в металлолом ретроавтомобиле, уверенно заявляет, его подставили. По его мнению, потерпевший предприниматель Камиль Шайдаров просто хотел завладеть его гаражом. Говорит, во дворе часто происходили конфликты на этой почве. Поэтому и придумал существование авторитета, а его фактическое отсутствие решил прикрыть якобы совершенным преступлением. Однако потерпевший с этим не согласен. По его мнению, гаражи должны были быть снесенными уже давно. Несколько жителей с этим согласились, а вот обвиняемый стал упираться. Я попросил приставов пока не предпринимать таких резких действий хотя бы до решения суда, потому что все это будет расценено как давление на него или еще что-то. Игорь Кудрявцев вменял свина в краже в особо крупном размере, за который он мог получить до 10 лет лишения свободы. Однако на прошлом слушании дел судья Юрий Арсеньев усомнился в объективности оценки стоимости похищенного раритета и принял решение назначить повторную автотехническую экспертизу. Ее сделать не удалось, поскольку автомобиль нигде не был зарегистрирован и на него нет никаких документов. Игорь Кудрявцеву назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно за испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Возмещать ущерб потерпевшей стране ему не придется. Нафиса Менязова, Адельмул Ахметов, Вызов 112.